Примиритель 191-123, Санкт-Петербург, абонентский ящик 444, радиопрограмма «Примиритель». У микрофона пастор церкви «Примирение» Игорь Валентинович Цыба. Однажды как-то в поезде я разговорился с людьми. Конечно, разговор коснулся Бога. И, в общем, на этой встрече нашей, казалось бы, все проходило весьма удачно, потому что с интересом слушавшие люди жадно принимали слово, которое Бог давал мне сказать. Но, как часто бывает, один из присутствующих при этом разговоре, в общем-то, до определенного момента молчавший вдруг с сомневанием повернулся ко мне и стал задавать вопросы. Вопросы были искренне правдивые, они не были уничижительные, но этот человек был определенного склада, я думаю, такие люди встречаются везде. Его склад – логический разум. Он пытался все ухватить и осмыслить. Он не имел никакого отношения к христианству. В принципе, как я понял, сознавая то, что существует нечто за пределами нашего мышления, порой многие люди так размышляют, что есть кто-то там, говорят они. В общем-то, он, можно сказать, обобщал Бога. И христианство для него являлось такой, скажем, частью человеческой религии, которая из всех других наименее логична. Поскольку это время было предрождественское, и это был определенный повод, когда можно было говорить о Господе, первый его вопрос был таким. Вы действительно утверждаете, что это возможно, чтобы Бог стал беспомощным ребенком, что Он родился в овечьем хлеву, что Он воспитывался в доме простых рабочих людей, в доме плотника. Он задавал многие вопросы. Практически Он очень мало знал о Христе, потому что Он был из той категории людей, кто вообще не понимали, кто есть Иисус. И то, что я Ему говорил, было вполне для Него новым. Но какие-то познания были. Он продолжал свои логические рассуждения. И что? Ваш Иисус, Он не занимал никакой должности. Он не написал ни одной книги. Вы сами сказали, что все, что написано Его последователями, а не им самим. Он никогда не путешествовал, вы утверждаете, не выезжал за пределы своей страны. Он не был известен среди знаменитых и богатых людей. Но в то же самое время Он называл себя Сыном Божиим и желал, чтобы Его считали Творцом Вселенной. Вы знаете, разговор как бы перешел сразу в другое русло. И я почувствовал, что не совсем готов. Все, о чем я мог говорить тогда о христианской жизни, о стиле, о том, что мы должны делать, что не должны, о морали, но о нем самом я не был готов говорить. Я просто принимал Христа, как многие из нас, без рассуждения. Но дорога еще предстояла дальняя, и человек продолжал задавать вопросы. В общем-то, Он использовал те аргументы, которые приводил я. Он сказал, вы имеете в виду, что Он был предан своими собственными друзьями, учениками, что Его бросили, что рядом с Ним в момент смерти никого не было, что Он был казнен, как простой преступник. Я говорю, да, в этом действительно суть евангельской вести. И что, говорит, у Него даже не было места, где бы Его можно было похоронить, Его положили в чужой гроб, да, у Него не было возможности предусмотреть это и купить себе место. И вы говорите, что Он воскрес и явился 500 человек, и все это происходившее было для того, чтобы доказать, что Бог любит людей. Все замолчали, ждали моей реакции. Он вот так, в общем-то, хмыкнул и сказал, все это выглядит очень странно. Я бы сказал, в этом нет никакой логики совершенно. Это невозможно осмыслить и невозможно понять, потому что нелогично. Я бы сказал, абсурдно. Я не знал, что ответить, но я понимал, что действительно с Его слов все выглядело странно. Но тем не менее, это было все так. Я верил во все это и продолжаю верить. Мы расстались с этими соседями по поездке и больше никогда не виделись. Но что-то начало меня двигать в понимание Христа и давать мне возможность видеть Его таким, каким я Его никогда в жизни не видел. Вот об этом бы мне сегодня хотелось поговорить. Друзья мои, многие имена в Библии, относящиеся к Богу, величественны. Они великолепны. Мы можем их перечислять, но хотя бы те, которые новозаветные. Это свет миру, агнец Божий, воскресение и жизнь, звезда светлая и утренняя, альфа и омега, начало и конец, Господь Сидержитель. Конечно, все это попытки нашего языка и человеческого разума хоть каким-то образом необъятные объять. Хоть каким-то образом расширить человеческое представление о величии Божьем. Но все равно, как бы мы ни пытались это сделать, как бы мы ни пытались осознать, согласитесь, что все-таки остается все безрезультатно. Иногда я задумываюсь, глядя на небо, видя мириады звезд о величии Бога и о никчемности человека. И для меня очень трудно представить или каким-то образом логически выстроить цепочку, как вот он, Бог, действует там. Хотя я понимаю, что он и здесь, он наполняет всю вселенную, но для разума это остается невозможным. Иными словами, нет такого языка, нет таких терминов и понятий, чтобы все это высказать. Я очень ясно осознаю, что ни один титул никогда не даст нам возможности определить Господа по-настоящему. Но когда вступил в силу Новый Завет, он был революционным, необычным, для некоторых людей кощунственным и странным, абсурдным заявлением о том, что Бог открылся людям с человеческим именем. Мы знаем, что есть такое имя, с которым Бог открылся, и, конечно, мы можем назвать его это имя Иисус. И для многих из нас оно действительно и воистину означает имя Божие. Но когда я читаю Евангелие, я вижу, что оно упоминается там множество раз. И для любого израильтянина прежде даже написания Евангелия и евангельских событий это имя не было каким-то необычным. Оно было самым естественным. Оно было производным Иисус от еврейского имени Иешуа. И в Ветхом Завете было приблизительно пять первосвященников, которые носили то же самое имя. Один из персонажей Ветхого Завета, Навин, последователь Моисея, также носил имя Иисус. Историк Иосиф Флавий говорит о двадцати пяти Иисусах, которых он мог отметить в то время как известных людей. В Новом Завете упоминаются также другие люди, которые носили это имя. Например, Иисус, прозываемый Иустом, так говорится в таком человеке. Был колдун Варий Иисус. Это тоже имя Иисус. В некоторых манускриптах однажды мы упоминали, что перед именем Варава, что было кличкой человека, тоже было имя Иисус. И поэтому так странно звучала эта фраза, кого вам отпустить, Иисуса Вараву или Иисуса, называемого Христом? Два человека, множество людей, носящих одно имя. В чем же дело? Я думаю, когда Бог выбрал себе имя Иисус, Он выбрал обычное, распространенное, известное имя. Конечно, оно носило определенную смысловую нагрузку. В переводе это имя состояло из понятия «Господь спасает». Вот так, в общем-то, звучало имя Иисус. Но таких имен было много. И если бы мы в те времена попали бы в синагогу и стали бы поднимать людей, я думаю, в каждой синагоге двадцать или более раз бы это имя прозвучало. Бог выбрал нечто земное, простое, человеческое, обычное, понятное и доступное. Евангелист Иоанн в первой своей главе говорит следующее. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». И далее, четырнадцатым стихом. «И Слово стало плотью и обитало с нами. Слово, которое было Бог, стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, как единородного от Отца». Привычные тексты, или лучше сказать стихи, потому что это действительно духовная поэзия из Священного Писания. Вот только вдумайтесь на мгновение сейчас, во что мы верим. Для многих людей это представляется нелогичным и абсурдным, странным, непонятным, невмещаемым. Потому что люди не могут представить таким Бога. Или они не могут понять такого Бога. Слово, Слово Бог, Слово стало земным, человечным, чем-то близким. Это звучит очень странно, когда я задумываюсь об этом, что в определенный момент во Вселенной, которая готовилась к этому тысячелетия, В одно мгновение всемогущий Бог, неуязвимый, величественный, бессмертный вдруг, представьте себе, стал уязвимым. Тот, кого Вселенная не вмещает, он стал эмбрионом. Тот, чему Слово подчиняются миры, избрал быть зависимым от питания молодой девушки. Друзья мои, удивительный замысел Божий, творец жизни, сам в процессе творения. Человеку невозможно это представить, это невозможно оценить. Я могу лишь приводить жалкие подобия от того, что мы как бы можем описать словами. Однажды я говорил, что один хирург, в те времена, когда операция на аппендиксы была очень сложной и смертельно опасной, люди умирали очень часто, если не вмешиваться было в их организм. Притом, если давать им общую анестезию, а это было не что иное, как эфир, неконтролируемая анестезия, человек мог погибнуть не от самой операции, не от осложнений, а от самой анестезии. И вот изобрели местный анестетик. Это был выход, но люди боялись, страшились, пугались, не знали, как, возможно ли это, вдруг боль усилится, и тогда врач совершил особый поступок. Он в присутствии свидетелей, использовав этот анестетик, и зеркало впервые сам себе сделал операцию по удалению аппендикса. Тем самым он показал людям, что он прожил то, и испробовал то, и доказал, что можно пережить вот такое вмешательство. И те, кто потом испытывали это после него, они имели утверждение, утешение, пример, надежду. Конечно, это земное, примитивное, человеческое. Но, друзья мои, я всегда думаю об этом, насколько это потрясающий творец в процессе творения. Вдумайтесь, Бог, который есть дух, которого невозможно видеть, вдруг в чреве женщине обретает брови, человеческие руки, внутренности. Что же испытывала Мария, знавшая о том, что за благословение находилось в ее чреве? Что она испытывала, когда он подтягивался, когда она могла сказать, как многие беременные женщины, что он стучит ножками, удивительное явление Бога к человеку. Посмотрите, насколько отличается это от всех религиозных систем этого мира, где люди пытаются дотянуться, добраться до Бога каким-то собственным путем. Но он не пришел в вспышки света. Не было ни шелков, ни мрамора, ни каких-то особых громов, как порой ожидают люди, чтобы это произошло Божье явление к ним, и какое-то было бы дано особое откровение. Был просто хлев, в котором находились обычные животные, которые сегодня точно такие же. Друзья мои, я всегда думаю о том, что это очень сложно представить. Мы можем представлять Христа величественным, но в тот момент времени, а этот был момент времени, когда рождается ребенок, у него такое синюшное лицо, у него плач, хотя, может быть, громкий и здоровый, но все равно это плач беспомощного ребенка. Ангелы с изумлением смотрели, как Мария пеленала его. Ангелы, те, кто в трепете стояли перед величием престола Божьего, о котором мы тоже не можем ничего представить, это только лишь человеческие образы, они с изумлением смотрели, наблюдая вот эту тайну. Бог пришел во плоти. Вся вселенная с интересом наблюдала, как Всевышний учился ходить, как он упал. Послушайте, это даже странно звучит. И заплакал. А вы думаете, так не было? Вот мы об этом даже задуматься не можем. Нам это представить трудно, что дети играли с ним на улице. За 33 года он пережил все, что приходится переживать и нам. Удивительно, но это правда. Я уже упоминал сегодня о том, что ему приходилось слабеть, чувствовать человеческое утомление, усталость. Возможно, у него болело горло, потому что он громко говорил. У него было человеческое естество. Верите ли вы этому? У него было такое же тело, как у нас с вами. Не фантом. Тело, может быть, оно было крепче и здоровее, чем у меня или у тебя, но оно было человеческое, с человеческими ограничениями. И я знаю точно в своем сердце, что его сердце сжималось, что, возможно, ноги уставали от длительной ходьбы, а, может быть, даже болела голова. Я не знаю. Люди говорят, это нелогично, странно. Это как-то неправильно. Бог не может быть таким. Но я знаю точно одно. Он был полностью Бог. И в то же время, вот в чем удивительное отличие отличие христианства от всех религий, это полностью Бог, воплотившийся в человеческом естестве. Это значит полностью человек. Это неудобно. Это не нравится. И хочется лучше отделить от божественности все человеческое. Убрать все это. Точно так же, как хочется как-то вот эти ясли прихорошить. Сегодня нам трудно представить эту картину, друзья мои. Я однажды рассказывал, что был вот на таком удивительном представлении, где полностью имитировался Вифлеем того времени. И даже были сделаны ясли, то есть был сделан хлев, и все это было в реальном размере, на огромном, можно сказать, стадионе. И в этих яслях было все, кроме одного. Там не было навоза, и не было запаха, который исходит от животных. Друзья мои, нам хочется все это убрать, притвориться, что он никогда не уставал, никогда не спал, никогда не ударял молотком по пальцу, никогда не натирал ноги, может быть. Так легче. Но ради Бога, не делайте этого. Позвольте ему быть человеком. Я хочу, чтобы вы это поняли. Бог, воплотившись, стал человеком. Он сам этого пожелал. Для того, чтобы войти в грязь и мерзость этого мира. Если мы пустим его туда, если мы примем его, таким, как он есть, он вытащит нас. Слово стало плотью. Друзья, его можно было задеть, к нему можно было подойти, дотронуться. Ведь это было обычно. Мы даже, может быть, не обернулись на улице. Увидев этого человека, он был один из тех, кого, возможно, легко было пригласить в гости. Мы читаем это в Евангелии. Он мог бы быть вместе с нами за столом. Он бы смеялся вместе с нами над теми шутками, которые мы рассказываем. И, возможно, поделился бы чем-то своим. Он слушал бы нас, как будто бы для нас предназначено все время вечности. Те, кто ходили с ним, они не помнили его под титулом или званием, но они помнили его под человеческим простым именем Иисус. Когда Бог решил открыться людям, Он сделал это посредством человеческого тела. Я думаю, что голос, который вызвал умершего из пещеры Лазаря, вынул его из смерти, он был человеческий голос. Руки, возможно, были в ссадинах, ноги, над которыми плакала женщина, запыленные и наверняка с мозолями, а слезы их источало его сердце, которое было так же разбито, как порой мое и ваше. Через одну-две минуты мы продолжим нашу программу, а сейчас послушайте объявление. Дорогие друзья, каждое воскресенье в 16 часов Церковь Примирения проводит свои богослужения по адресу Метро Балтийская, Рижский проспект, дом 3, дом культуры имени Нагина. Это здание находится на перекрестке Лермонтовского и Рижского проспектов, во дворе за гостиницей «Советская». Ждем вас на богослужениях каждое воскресенье в 16 часов. Я не знаю, почему я все время говорю на эти темы, но мне кажется, что-то должно произойти у нас. Послание к евреям 2 глава, 14 стих. А как дети, то есть мы, люди, причастны, или имеют, можно сказать, причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющих.